Уважаемые любители моих небольших роликов о мозгах и способах их анализа. Сегодняшний ролик называется «Взвешивание мыслей». Ну, понятно, что мысли – это не огурцы, и взвешивать их довольно сложно. Ну, поэтому мы, скажем так, придумали способ, о котором я говорил в предыдущем ролике. Способ не столько взвешивания мыслей, сколько оценки интеллектуальных возможностей конкретных людей. То есть, таким образом, у нас туманное будущее рассеивается из тумана, и мы переходим уже к практическим, я бы сказал, лабораторным работам. Что же мы можем сделать? Дело в том, что мы можем сделать довольно много. И многолетние плоды нашей работы позволяют оценить энергетические профи расходов головного мозга при той или иной форме деятельности. Естественно, это очень интересно, поскольку люди, как вы знаете, они не могут контролировать то, как они думают, как у них формируются эти мысли, они как-то возникают. И всё. Вот это вот и всё является объектом нашего исследования. Нам удалось создать рабочую модель того, как работает человеческий мозг, и сколько энергии, а это самое главное, он затрачивает на те или иные интеллектуальные усилия. И у нас появились некие эквиваленты этого всего, которые позволяют нам оценить прижизненно, без томографа. С томографа был бы, конечно, намного лучше, но без томографа оценить способности человека. Прелесть, собственно говоря, в том, о чём я уже неоднократно говорил, что человек не контролирует своё мышление. И поэтому мы можем спокойненько изучать то, как он думает. Тем более он не понимает, как это делается. А мы понимаем, у нас есть, собственно говоря, ключ к этому пониманию, который мы и собираемся использовать в совершенно практическом деле. Ну, вполне понятно, что, так сказать, новые поколения, новая генерация блестящих молодых чиновников, которых отбирают по всей стране, ну, резерв управленцев, для нас недоступен. Потому что, если их начать анализировать, сами понимаете, что может случиться. Потому что одно дело в хоккей играть, или гранату бросать, или 100 метров бегать, а другое дело думать. То, собственно говоря, что и должен делать чиновник. Это две большие разницы. Поэтому, как вы понимаете, нас никто в помине не допустит к такому безобразию, как оценка интеллектуальных способностей подрастающего чиновничьего поколения. Но ничего, мы с этим готовы смириться, поскольку у нас есть более интересные занятия. Ну, а в чиновники, как вы знаете, в основном идут-то кто? Буйные желатели доминантности своей обезьянии. Ну, собственно говоря, это основной мотив их движения во власть. Ну, собственно говоря, как было это всегда во времена Чубайса и там других московских комсомольцев. Поэтому, что там ожидать, можно и так ясно. А вот оценить способности человека – это очень важно. И этот инструмент, поскольку оказался достаточно рабочим, мы его многократно проверяли слепым встречным методом, как положено в медицине. Ну, в нашей медицине много чего положено, но на это на всё, как вы понимаете, положили. Вот поэтому у нас очень своеобразные возникают лекарства и препараты и всё такое. Так вот, что же позволяет этот метод? Ну, этот метод позволяет, самое главное, сравнивать человеческие способности, которые у нас есть, причём не способности какие-то секретные, а те самые, которыми мы пользуемся каждый день. Человек может думать или не может. Или он имитирует это всё, как обезьяна. Вы же поймите, человек, посмотревший, например, на пути к власти, как себя надо вести, он же очень просто начинает имитировать. То же самое, говорить умные мысли, позаимствованные. Ну, мы же знаем много выдающихся государственных деятелей с восьмию классами образования, которые потом читали, даже выпускались в такие книжки, там, крылатые латинские фразы. И он начал разбрасывать. Или так это какую-нибудь философию немножко подначить. Ну, вот, и сразу получался большой мыслитель. Ну, такой, с восьмиклассным образованием. У нас таких полно. Вон, посмотрите на наше совсем недавнее прошлое. Ну, про то, какими интеллектуальными способностями они обладали, эти самородки, без среднего образования, вы, надеюсь, понимаете, к чему это привело в нашей стране. Поэтому объективизация такого дела, она очень важна. И, конечно, у нас не так, как в Китае, чиновникам не надо сдавать экзаменов на компетентность. Хотя большинство из них давно превысило уровень своей некомпетентности, просто пойдя во власть. И, конечно, никаких экзаменов они в жизни не сдадут. Ну, кроме одного, так сказать, сами понимаете, какого экзамена по казнократству. Так вот, поэтому оценка очень важна была бы. И, конечно, мы могли бы это сделать, но, как вы понимаете, это никогда не найдет соответствующего отражения в наших научных программах. Потому что в Министерстве науки тоже чиновники. Вы догадывайте, какие. Как и прочее в образовании. Инструмент этот работает. Ну, и для такой наглядного примера я вам приведу парочку известных фамилий. Ну, мы знаем такого знаменитого реформатора и, скажем так, теоретика российских реформ, который много чего сделал для российского реформирования, в том числе, там, связанный с землей, с развитием сельского хозяйства, из-за чего там Алтайский край вышел на передовые позиции производства хлеба в начале 20-го реформа, имеется в виду Пётр Аркадьевич Столыпин, ну, которого, как вы и знаете, убили в Киеве. Подозрительно. Он прожил, не дожил, по-моему, до 50 лет, но тем не менее. Пётр Аркадьевич Столыпин оставил после себя достаточно много информации и от личных фотографий, что нам тоже не без интереса, поскольку при анализе надо будет проанализировать ладошки, фаз, профиль, ну, и там ещё кое-что, чтобы для того, чтобы оценить интеллектуальные возможности, то есть следы интеллекта. В основном письменные, как вы понимаете. Так вот, Пётр Аркадьевич вполне достойный экономист, чтобы сравнить прожившему немного дольше, чем он, не менее известному экономисту, которому памятник стоит. В Москве имеется в виду Егор Тимурович Гайдар. Ну, понятно, куда этот экономист выдаётся, и насколько, поскольку его в основном текст, это были прямые переводы западных инструкций. Ну, рекомендации экономического развития, которые тогда существовали. Так вот, интересно объективизировать. Мало ли что мне не нравится, что там Егор Тимурович брызгал слюной. Ну, всякое же бывает. Кому-то нравится. А Пёдор Аркадьевич не брызгал. Ну, бывают. У всех свои, так сказать, слабости. Но, тем не менее, интересно бы объективизировать субъективные впечатления об этих двух личностях. Так вот, используя наши технологии, оказалось, что Пётр Аркадьевич примерно в пять раз тратил энергии больше, интеллектуальных усилий для подготовки каждого своего вступления, речи или письменного текста. То есть, таким образом, Пётр Аркадьевич примерно в пятеро по основным параметрам интеллектуальным превосходит Егора Тимуровича. Что, собственно говоря, мы и видим. Пётр Аркадьевич не повторял западных инструкций и не пытался разорить страну, а пытался, наоборот, создать из неё великую державу. Это, мне кажется, хорошая характеристика. Можно ли это сделать современными людьми, живущими, так сказать, никого не обижать? Да, конечно. По нашей технологии она ещё отрабатывается, это же всё-таки научное исследование, а не коммерческое мероприятие. Оно позволяет оценить примерно ваши способности к самостоятельному мышлению или неспособности. Есть признаки, по которым люди, пытаясь не пользоваться своим мозгом, пользуются как бы образцами технологическими, которые есть в прессе, в радио, в телевидении, в интернете, и стараются не думать. И это очень заметно. Потому что образцы построения мыслей внутри головы, их, к сожалению, контролировать нельзя, и, значит, мы их обязательно увидим. Таким образом, собственно говоря, этот ролик посвящён только одному, то, что мы, подумав, решили, что можно попробовать удовлетворить тех граждан, которые желают попробовать провериться. К сожалению, это не совсем бесплатное дело, ну, почти. То есть цена двух пар бутылок приличного коньяка, я думаю, что не обременит желающих покопаться в собственных мозгах. Таким образом, чтобы понять, а вообще у вас есть какие-то задатки, это или вы так о себе хорошо думаете. Поэтому у нас есть инструмент, который может оценить вашу возможность управлять энергетическими расходами вашего мозга. Но если возможности управления много, и вы можете затрачивать на интеллектуальную деятельность, много энергии своей, дорогой, той самой, которую можно пустить на размножение, или здоровый сон, то вы, конечно, являетесь потенциально более интересным и разумным человеком. А вот если нет, ну, на нет и суда нет. Поэтому, конечно, ну, что об одном человеке говорить, неинтересно. Интересно же всегда сравнивать. А вот человек там пишет в интернете короткий текст, а может быть, он как Пушкин. Просто его не разглядели. Так вот мы можем ответить на этот вопрос. Вы как Пушкин? Или вам еще до Пушкина как пешком до Китая? А может быть, вы как Тургенев или Бродский? Непонятно. Человек не может себя сравнить. А субъективные эти литературно-лингвистические выступления, они и яйца выеденного не стоят. А у нас есть количественные параметры, на которых мы ориентируемся. По этой причине те, кто страстно возжелает, значит, поучаствовать в этом эксперименте, могут обратиться по адресу, то есть, который указан внизу этого ролика, и предложить с ним поработать. Если, значит, выяснится, что человек пришлет все необходимые параметры, там не надо отпечатков пальцев и номер кредитной карточки, это нас не интересует. нас интересует общая картина ладошек, фаз-профиль и небольшой текст в районе там 500-600 слов, написанные на тему, которую вы выберете сами. Но лучше всего, чтобы вы написали о том, что на вас произвело самое большое впечатление. Ну, в свободном стиле, там не надо ничего. Вот этого всего будет достаточно для того, чтобы проанализировать ваши способности. Естественно, не абсолютно точно. У нас не томограф для церебрального сортинга. Но, тем не менее, сказать, что, например, вам там не надо тягаться за Пушкиным, или, может быть, вы уже его превзошли, мы сказать сможем. Мы сможем сказать, что вы можете управлять энергетическими расходами вашего мозга или нет. То есть, вам заниматься чем-то синтетическим, творческим, и лучше воздержаться, поскольку уже конструкция мозга к этому не располагает. То есть, это, естественно, ни к чему не обязывающее исследование, которое может состояться, если у вас возникнет желание и острая необходимость воздержаться от выпивания пары бутылок коньяка. Так что, уважаемые слушатели, и зрители, мы можем начать такой сортинг специфический, даже заочный, обращаю ваше внимание. Вполне понятно, что у нас мы не просто так об этом говорим, мы набираем большую статистику, она у нас есть, мы можем отсортировать чиновников, умных от глупых, способных от неспособных, но, как вы понимаете, к нам никто не обращается. Интересы этого среди чиновников по понятным причинам не вызывает и вызывать не будет. Кроме чувства страха, это ничего не вызывает. Поэтому, желающие, значит, получить некую информацию, поучаствовать в этом эксперименте, мы, значит, готовы выполнить ваши просьбы, ну и, конечно, не предавать их гласности. Секретность мы будем обеспечивать всеми силами, насколько это возможно. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Хочу пожелать вам приятного лета, теплой погоды, хотя и не такой, как сейчас, когда дышать уже совсем нечем. Ну и, конечно, приятных развлечений, ну, например, связанных с огурчиками. Их можно засаливать, ну и есть, соответственно, сырыми. Мне, кстати, очень нравится. Особенно при добавлении некоторых полезных для мозга жидкостей. На этом, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok